МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Наша Республика имеет выгодное географическое положение. Расположено в центре Европейской части на пересечении важнейших железнодорожных, водных, автомобильных магистралей, заявил министр транспорта Михаил Янковский на заседании Кабинета министров. По его словам, состояние и уровень развития транспортной системы должны обеспечивать базовые условия для жизнедеятельности и экономики в целом. Как будет развиваться транспортная система в Республике с 2013 по 2020 годы? обсуждали сегодня в Думе правительства. В приоритете строительство современных автомобильных дорог и безопасность людей, то есть сокращение ДТП. Так сказано в программе развития транспортной системы в Чувашии. Первая программа – это республиканская целевая программа модернизации и развития автомобильных дорог в Чувашской республике на 60-е годы с прогнозом до 2025 года. Программой определены такие показатели, как развитие дорожной сети в километрах общей протяженности на 2025 годы составляет 689 километров, удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в процентах, соединение сельских населенных пунктов, автодорог с твердым покрытием в размере 100%, а по сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий ожидаем сокращение в 2020 году на 199 человек по сравнению с сегодняшними 265 количеством погибших. Сегодня в республике ежедневно проходит регистрацию около 70 автомобилей. Из года мети цифры, скорее всего, будут только увеличиваться. Частный автопарк становится больше, и пропускная способность дорог к республике должна соответствовать. Но как именно эта задача будет решаться, министр транспорта не уточнил. Похоже, вопрос о строительстве высокоскоростной магистрали тоже застиг его врасплох. Есть поручения по отводу земельных участков и так далее. Я понимаю, что финансирование будет федеральное, но я в программе не увидел вообще никоим образом, как касается Чувашской республики. Ни по транспорту, ни по дорогам. С чем это связано? То есть мы участвуем или не участвуем? Иван Валерьевич, действительно, в этой программе, которую я докладывал, пока эти моменты не отражены, так как идет взаимодействие с железной дорогой по восстанованию инвестиций. И прогнозные цифры, которые будут действительно отражаться и в наших показателях, они на сегодняшний день до конца еще не были. Я сейчас даже не о цифрах говорю, а о намерениях говорю. Если мы для себя ставим этот план, да, вот работы, мы его ставим. Вы в рабочей группе участвуете, совещание проводили, вы езжали в Москву, в Нижний, мы давали земельные участки, обсуждаем, где там остановка этого поезда пройдет, да. А в программе, вот как ориентир для работы, мы об этом вообще не упоминаем. То есть это правильный подход? Павел Иванович, вопрос, безусловно, на контроле. И мы все эти показатели, которые потом будут определены, обязательно внесем в нашу. Павел Иванович, я вот хочу, чтобы данное направление было в программе. Это неправильно, принимать сегодня государственную программу, когда решение есть даже на федеральном уровне. Программу отправили на доработку до следующего заседания Кабинета министров. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Еще одной темой обсуждения на заседании Кабинета министров стало увеличение цен на сельхозпродукцию. Как отметил Иван Маторин, обещали, что овощи подешевеют с вступлением в ВТО, а они дорожают. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов тут же прокомментировал ситуацию. Дорожания такого критического нету. Относительно прошлого года дорожали. Но в прошлом году, я говорю, низкая цена была и на картофель, и на овощи. Поэтому здесь ничего такого, я считаю, что критического нет. Урожай более низкий в этом году будет, это тоже как-то влияет. Продукты подорожали, тарифы ЖКХ с 1 июля увеличились, поэтому увеличился и прожиточный минимум на душу населения. По второму квартале он составил 6226 рублей. Это на 4,4% или на 265 рублей больше, чем в первом. Расходы возросли и по статье продукты питания, непродовольственные товары, услуги и обязательные платежи и сборы. По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 6603 рубля, пенсионеров 5167 и для детей 6162 рубля. 1 сентября вступит в силу федеральные и республиканские законы об образовании. В обсуждении этого документа на сессии госсовета Чувашии приняла участие член комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Галина Николаева. Сенатор порекомендовала депутатам принять активное участие в августовских педсоветах для разъяснения законодательных нововведений. В Порецком районе устанавливаются обстоятельства гибели двух человек. В ночь на 24 июля в частном одноэтажном доме произошел пожар. Сегодня утром после тушения огня, которое продолжалось практически всю ночь, на месте происшествия были обнаружены 55-летний хозяин дома и его теща. Шумерлинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РП Чуваши проводит проверку. У нас на связи старший помощник руководителя следственного управления СК РП Чуваши Олег Дмитриев. Олег, здравствуйте. Расскажите о случившемся. Ольга, здравствуйте. По предварительным данным, очаг возгорания находился в хозяйственных постройках и в последующем уже перекинулся на жилой дом. По имеющейся информации, около 22 часов 23 июля 55-летний хозяин жилища зашел в дом и сообщил своей жене о возгорании. Та успела вытащить из дома своего престарелого отца и выйти следом. Однако в дом попасть еще раз она уже не смогла из-за сильного задымления. Тела погибших были обнаружены уже наутро. Это сам 55-летний хозяин жилища и его 87-летняя теща. По предварительным данным, причиной их смерти явилось отравление угарным газом. Следователям удалось сразу определить причину пожара. Следователи в настоящее время продолжают работать на месте происшествия. Поскольку спасшиеся сразу после ЧП находились в шоковом состоянии, опросить их по существу происшествия не удалось. Однако сейчас следователи работают с соседями, которые могут пояснить какие-то обстоятельства происшедшего. Кроме того, уже известно, что данная семья не считалась злоупотребляющейся спиртными напитками. В целом была на хорошем счету в этом селе. С целью экспертного установления причин смерти погибших, а также причины возгорания, уже назначены судебно-медицинские исследования, а также пожаротехнические исследования. Уже по результатам проведенных экспертиз будет приниматься окончательное процессуальное решение. Спасибо, Олег. Напомню, что о пожаре, который произошел сегодня в Порецком, нам рассказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Чуваши Олег Дмитриев. К другим новостям. Рейд по несанкционированным местам торговли провели полицейские и сектор торговли администрации Ленинского района. Объектом внимания стала территория, прилегающая к колхозному рынку. В центре событий оказалась и наша съемочная группа. Удобное месторасположение, натуральный продукт и никакой арендной платы. Вот три основных условия, из-за которых люди выходят торговать на улицу. Этим предпринимателям не страшен ни дождь, ни камеры, ни наряды полицейских. Из-за дня в день они выходят на тротуары Чебоксар и ведут свой маленький, но незаконный бизнес. Да и Чиза, скажите, пожалуйста, было бы место, пошла бы куда, где бы брали нормальные деньги-то с нас. Конечно, ушла бы. У недобросовестных предпринимателей есть и бизнес-партнеры, которые на протяжении многих лет доверяют только их продукции. А на рынке, вы посмотрите, там же торгуют, в принципе, перепродажа сплошная. То есть я не вижу смысла даже покупать на рынке. Идиллию уличной торговли нарушили полицейские, которые в очередной раз встали на защиту закона и попытались очистить улицы города. Ежедневно приходим, делаем рейды. Вы же не первый раз приходите, вы постоянно здесь торгуются. Если бы вы знали, что первый раз, то вы ни за что сюда не пришли. Да, поплатила. Конечно, на рынке у нас есть специально отведенные места. Жители города не остались в стороне от происходящего и разделились на тех, кто за и кто против. Выделить какой-то ряд именно для деревенских, а не для перекупщиков. И пусть торгуют, берут за место. Они говорят, мы согласны, только дайся, говорят, на место. Они топтят газоны, во-первых. А во-вторых, все ящики туда несут. И там туалет ходит, оправляются все как один. И рядом детский сад. Еще один стихийный мини-рынок обосновался на остановке общественного транспорта. Здесь и места больше, и условия более комфортные. О проходимости и думать не надо. Хотим, я поеду? Поедете? Хотим, мне надо. Подождите, подождите. Что вы дерете со мной, я не пойму. Я некий, Ручка. Деритесь, спокойно, стойте. В 2012 году администрации Ленинского района Чебоксар за торговлю в запрещенных местах было оформлено 450 документов и наложено штрафов на 305 тысяч рублей. За шесть месяцев этого года количество протоколов достигло 400, а штрафов на 200 тысяч рублей. Но это не останавливает трудолюбивых сельхозпроизводителей. Еще один важный момент, о котором напоминают жителям города в администрации Ленинского района, это качество продукции нарушителей закона. Молоко, молочные кисломолочные продукты, творог, яйца не подвергаются санитарному анализу, не выдаются справки. Не устает обращаться Наталья Филиппова и к нарушителям закона. На территории Ленинского района для таких сельхозпроизводителей, продавцов, у нас существует семь мини-рынков. Эти места оборудованы навесами. Пожалуйста, приезжайте, торгуйте там бесплатно. Единственная просьба – убирать за собой. Вопрос несанкционированной торговли в администрации Чебоксар держат на постоянном контроле. Но методы воздействия оказываются малоэффективными. Миссия на сегодня оказалась невыполнима. Уже через 15 минут после рейда опустевшие места на татуарах вновь обрели своих хозяев. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах обновляют парк контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Вместо обычных металлических баков во многих дворах появились пластиковые конструкции. Новые модели более универсальны, поэтому и стоят дороже. Чтобы заменить все старые контейнеры, необходимо немалое вложение. Средства выделяют в рамках специальной программы. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Крышка для маленьких пакетов, для более габаритных отходов – отдельный отсек. Контейнеры закрыты надежно и мусор не разлетается по двору. Это, пожалуй, главное преимущество новых пластиковых баков, говорят коммунальщики. Тут пружина, это специальная сумма. Вот так вот делается, открывается. Потом закрывается автоматически. Не открывается вот так. Это обычно работает так. Стоит на тормозах, подъезжает машина наша, все загружает. Железные конструкции разъедает ржавчина. Пластиковые контейнеры, если и портятся, то только от рук вандалов. Недавно в городе сожгли 8 новых баков. Ущерб оценили в немалую сумму. Один такой контейнер обходится бюджету в 14 тысяч. Приобретают их только за рубежом. В Чебоксарах за несколько лет обновили более тысячи баков для сбора ТБО. Модернизация парка назрела давно. Мусора в столице республики с каждым годом становится больше. К сожалению, у нас количество конверов стоит еще по нормам. Которые 82-го года. На тот момент мусора было меньше. На самом деле упаковки было меньше. Люди жили на самом деле хуже. Мы же ежедневно сталкиваемся с этим. И видим, что выкидывают диваны. Вы сейчас вот это видели, да? Диваны и так далее. То есть это ежедневно. Такое происходит во всем городе. На борьбу с мусором каждый день выезжает и вот такая современная техника. За один рейс эта машина способна вывести на свалку десятки тонн отходов. Габаритные вещи измельчает пресс. Причем за его работой водитель наблюдает из кабины. Внутри установлена видеокамера. Вся электроника. Хорошая машина. Хорошо идет. Руля хорошо слушается. Таких спецмашин в городе станет больше. Мусоровозы из-за рубежа показали себя в работе. Эффективнее двух грузовиков российской сборки, но и дороже их в разы. Власти готовы раскошелиться. Модернизация автопарка для сбора ТБО тоже не за горами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Над Чебоксарским приютом для собак нависла угроза. Животные могут остаться на улице. Наша съемочная группа побывала в док-отеле и узнала подробности. Татьяна Егорова, несмотря на ранний час, уже на ногах. Ее день проходит среди лая и виляющих хвостов. Док-отель-приют – единственное место в Чебоксарах, где собаки находят настоящих друзей и дом. Именно здесь, за высоким забором, четвероногие получают все необходимое. Любовь, заботу, еду и лекарства. Однако в скором времени они могут вновь оказаться на улице. Городские власти подали в суд. «Захлебываюсь в проблемах, конечно же. Благодать, что сейчас лето. Я с ужасом жду осень, зимы. И что мы будем делать? Никаких поблажков нам с стороны города. Об этом речи быть не может. Вопрос поднимался о повышении расценки за содержание собаки. Вы, говорит, даже не думайте. Денег у города нет. Изначально зимня была выдана под гостиницу для животных и под центр передержки четвероногих бомжей. Собак, отловленных специальной службой, привозят сюда. Городской бюджет оплачивает всего пять дней проживания. По 40 рублей в сутки. После этого срока собака должна быть отдана в добрые руки или усыплена. Собаки, как они бегали на улице и пытались их не замечать, тем может этим и закончиться. Что мы можем реально закрыться и снова собаки будут бомжевать и никому не будут нужны. Большинство бездомных собак больные. Денег на их лечение нужно много. И чтобы на время продлить жизнь и облегчить страдания, Ася содержит их за свой счет. Здесь, если смотреться, под каждой шерстинкой сидят. Они его едят натурально. И в лечении этого песика как минимум полторы тысячи. Приют существует с марта этого года. А вот люди еще о нем многие даже не знают. Вот появилось сообщение в интернете. И сейчас люди начали проявлять свою гражданскую активность. Начали посещать приют, привозить какие-то продукты. Городской администрации поясняют, что проблема заключается только в неуплате земельного налога. На сегодня долг составляет порядка 400 тысяч рублей. Дальнейшая судьба только от тела. Если они будут нормально работать, жить, так же будет. Если договор аренды посмотреть, земельный участок, там четко сказано, если в течение двух периодов не будет оплачено срок аренды платежей, администрация выходит в суд с требованием оплаты. По данным Института проблем экологии и эволюции РАН, в России популяция бездомных собак увеличивается с 20 до 100 тысяч особей. В то время как городские власти и хозяева приюта решают финансовые вопросы, на помощь животным пришли неравнодушные люди. Уже открыт счет в поддержку четвероногих, поступает гуманитарная помощь. Однако необходимую сумму общественность вряд ли сумеет собрать. Там уже нет гарантии, что в будущем долги не появятся вновь. Хорошо бы обсудить судьбу док-отеля с представителями всех заинтересованных сторон, с народными избранниками, среди которых немало любителей собак, с ветеринарами. Сейчас даже общество защиты животных «Умка» отказалось от комментариев. Для решения проблемы добрую волю должны проявить все участники конфликта. В противном случае очередное благое намерение вымастит дорогу в собачий ад. Анастасия Масляева, Александр Петров, Андрей Спиридонов. Республика. Ирина Калентьева подтвердила свой чемпионский титул на чемпионате России по маунтинбайку. Ирина быстрее всех преодолела пять кругов сложной дистанции в 25,5 километров. Наша спортсменка опередила соперниц на одну минуту и 40 секунд. Вторая велогонщица из Чувашии Вера Андреева пересекла финишную черту третей. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова